В гости к Салавату Юлаеву приехал действующий обладатель Кубка Гагарина, Магнитогорский Металлург. А тут еще и статистика не самая радостная. Шесть последних домашних матчей уфимцы проиграли подопечным Андрея Разина. Юлаевцы сразу предложили южноуральцам открытую игру. Ту, которая так нравится нашим болельщикам. В отличие от матча с Ладой, юлаевцы не оставили болельщиков без голов в первом периоде. Стараниями Александра Хмелевского уфимцы вышли вперед. Но как и в игре с клубом из Тольятти, подопечные Виктора Козлова ненадолго закрепили свой успех. Неполные две минуты понадобилось гостям, чтобы сравнять счет. Отличился Роман Канцеров. Первый период выдался богатым на шайбы. Ярослав Цулыгин, который в этом сезоне уже отличился дважды, снова приложился от синей линии от души. Ярослав как бы бросил здорово. Обладая хорошим броском, он должен бросать. Он, в принципе, это и делает. Вот, и защитники, в принципе, у нас все очень нацелены на ворота, как бы. Поэтому хорошо бросил, хорошо попал. Матч собрал 8,5 тысяч зрителей. На трибунах заметили и известных уфимцев. Матч между двумя нашими командами, да, между Салаватом и Металлургом. Потому что там же многие, да, но зеленое сердце у нас же все-таки за Салават Юлаев только. Поэтому, конечно, мы держим кулаки. 2-1 пока ведем впереди второй период. И надеемся, что мы сегодня сделаем вот так, а потом им вот так. Голосы за партию. Холод знает. Хозяй, когда слышит. На экваторе игры гости счет все же сравняли. Для Робина пресса эта шайба стала всего лишь второй в сезоне, но такой важной. А потом команды подарили болельщикам массу опасных моментов. Но основного времени игры, чтобы выявить победителя, не хватило. Все решилось в овертайме. Не в пользу хозяев льда. Канцеров, Канцеров, Тазернова. Гол. Металлург выигрывает эту встречу. Прессинговали и выезжали в прессинг. Да, было у нас, закрывали. Мы тоже делали пересменки в атаке. Не знаю, равная игра была, я не могу сказать, где, чья инициатива была. Качели были, играли в хоккей. Все получали удовольствие. Это тяжелая игра для команды и для меня. Потому что много эмоций было. Ноги бегут, голова не думает, что встаешь, пыр-пыр. Тяжело было играть. Но хорошо, что вы стояли в меньшинстве, забили в большинстве. Важные пять минут вы стояли и выиграли. Очень важно. Два очка для нас. Следующие игры юлаевцы проведут на выезде против Лады, Нефтехимика и Северстали. Домой подопечные Виктора Козлова вернутся 28 ноября. В матче против Витязя.